всем привет это третий выход подкаста посиделки с инди в этот раз мы беседуем с алексеем давыдовым руководителем студии флазом у них недавно вышла игра тайм лодер и частично мы про нее поговорим и про другие проекты студии и представься алексей да всем привет спасибо андрей что позвал да мы делаем игры тайм лодер наш последняя игра которая собственно вышла 3 на и пряни так не так давно делаем игре давно уже больше десяти лет команда у нас независимая небольшая попутно да попутно пишем подкастики и собственно пытаемся популяризировать инди разработку русскоязычном сегменте так что супер наш в этом смысле твоя активность и наш отлично сходится так я сейчас запущу трейлер последние игрушки тайм лодов чтобы люди поняли в контексте когда мы будем про не говорили что понимали вообще о чем речь кантином флазом автором трейлер получил флазом но 1995 Now we have a screwdriver Got it Why does it look so deserted? What's happened here? Так, ну, игра из себя представляет головоломку Платформер, где мы управляем игрушкой Так, про сюжет я не буду говорить Почему это? Игроки сами пускай узнают Но суть, да, головоломка Где-то часа на полтора, на два Одно прохождение Там, в зависимости от того, что вы сделаете по игре В разные концовки Там их две или три, по-моему, да? Три концовки А, секретно еще Секретно, да, в сумме четыре Ну и мы стремились к тому, что все-таки Средняя продолжительность была два с половиной, три часа Ну и по отзывам я вижу, что, наверное, средний казуальный игрок Ну, где два с половиной часа И тратит, наверное, нет Ну, там интересно Получилось то, что я игру прошел И у меня даже не все карточки выпали в стиме Там три часа, по-моему, на дно играть И там часа за два прошел где-то Вот тебе карточки в стиме, ну, как бы намекаешь Что можно еще собрать А ты все концовки получил? Не, я только на одну прошел Ну, у меня с такими играми проблема в том, что Ну, я вообще, вот головоломки платформеры А, ну, ладно Про это чуть позже поговорим Когда уже про игру Давай сначала про команду Как собирал Как это все началось Потому что вот на сайте я смотрю У вас раньше Так, сейчас я сайт линка Было много Ну, в браузерах Игр там Flash, HTML5 Потом Train Valley И Так, с Крабгардом Вот почему Почему тоже потом Расскажи, переключились С таким Ну, с браузерных игр Уже на там ПК игры С чем это было связано Ну, давай начнем с команды Ну, да, ты прав, что Делать игры мы начали давно Это был Ну, наверное, год 8-10 Смотря что Бирать за точку отчета Вот И тогда, конечно Были доступны Там Нам, как Небольшим Инди-разработчикам Ну, не такой большой Спектр возможностей Тогда еще Не было мобильных игр Тогда еще не был iPhone Представлены Были казуалки Были Были, собственно, веб-игры Был флеш И у флеша, конечно Порог входа был Очень низкий Я до сих пор считаю Что это большое благо Для очень Ну, как бы Я знаю Много Разработчиков Успешных Современных Которые вышли Именно из флеша Потому что они научились Делать Какие-то базовые вещи Какие-то прототипы Именно в то время Порог Порог был очень небольшой Была реально Возможность Зарабатывать Какие-то небольшие Деньги Продавая на аукционе Свои флеши Как бы Издателям Собственно, мы этим И занимались С десятого года Где-то Куда-то Тринадцатого Вот Тогда же И сформировался Какой-то Основной костяк Команды То есть Программист Таймлоудер Сергей Он С нами Уже Вот как раз Года с десятого Кому-то Больше десяти лет Сотрудничаем Вместе Работаем Вот И Потом Да Вышел Тринвэл Это была Наша Попытка Сделать Первую Наверное Серьезную Стим Игру На Платформе На основе Того Что мы делали На флеше У нас была Такая серия Рейлвэйвэл Называлась И в общем Механика Оказалась Такой Интересной Опять же Поезда Паровоза Это всегда Нравилось Вот И мы делали Первый Стим Проект Как раз В 3D Большой На Юнити И Он Оказался Успешным Это Хорошая Была Для нас Хорошее Течение Обстоятельств Вспомню до сих пор Как вышел Первый Обзор Тотал Бискута На Тринвэл И он Раскусил Что в этой Небольшой Пазл Головоломки С поездами Есть немножко Больше Чем кажется На первый взгляд Есть определенная Глубина Стратегичность Геймплея Есть драйв Вот И Собственно Тринвэл У нас Наверное Самый успешный Наш Тайтл Самый успешный Наш франшиза Мы занимались Второй частью Потом То есть Первая Наверное Вышла В 14-м Году В ранний Доступ В 15-м В полный Релиз И мы сделали Тринвэл 2 Уже В 17-м Мне кажется Году Где-то так Но через Определенное Количество Времени Там у нас Уже появился Воркшоп Редактор уровней Сейчас На Тринвэле 2 Уже Больше 1660 Пользовательских Уровней Надел У нас Там Комьюнити Живет Вот То есть Немножко Набирали Опыт Расширялись Немножко Вширь А Скрепгарден Как игра Она появилась Между двумя Тринвэля И она Как раз Совпала С переездом Моим В Литву Из России И там Мы познакомились Собственно С Эгисом Бахуром Это мой Партнер По Созданию И является По большей части Автором Потому что он Пришел с этой идеей Сказал Вот А он был студентом В тот момент Вот Мы как раз Ну как-то Осваивались Интегрировались И было прикольно Посотрудничать вместе Ну Давай попробуем Сделать из этого Ну Как бы Стим Стим Икру Давай доведем До релиза ее И Надо отдать должное Эгису Он практически В одного Являясь Программистом И 3D моделером Скрепгардом Довел Ну Там В том виде В котором он есть Он немножко наивный В плане Там Он немножко Недополирован Но надо понимать Что по сути Команда Состояла Из двух человек Реально На тот момент Вот Поэтому это больше Ну как бы Я тут Кредит Отдаю Эгису Всегда И без Это Это не было Как бы Во-первых Продуктом Работы Большого количества людей Во-вторых Это Скорее Больше Проект Все-таки Эгис Я ему помогал Как продюсер Как более Там Опытный Товарищ С точки зрения Того Как это довести И запустить На стиме Вот Но это был Прикольный опыт И для него И для нас В принципе Скорб гарден И помню И на Геймс Компс Возили И на Стим Див Дейс Мы с Эгисом Побывали В Сиэтле В общем Довольно Приятно Воспоминаю Сейчас Эгис Занимает Своим Проектом У него Отличный Следующий С Хайп Тренд Диджитал Сейчас Будет Выходить Шутер Прямо Вот он Любит Вот Такое Серьезное Ну а Наша Как бы Дорога Пошла В другом Направлении Мы делали Трендвили 2 После этого И Таймлоудер Это уже Внутренний Как бы Проект Команды Flasm У нас На проекте В коре 4 человека Я как Автор Концепции Идея Продюсер Программист Один 3D Дизайнер Артлит Да Можно так Сказать Потому что Тимофей У нас Отвечает Не только За То есть Он И моделит И своими руками Много Но и Заказывал Утсорс Для этой игры В том числе Курируя Качество И у нас Ведь Были Концепт Художники В том числе Если посмотреть На пейплайн Мы периодически Публиковали Фотки Того Как выглядит Работа Над уровнем То она Реально У нас Начиналась Всегда С концепта То есть Был Сначала Блок-схема Как бы Как это Должно Играться Внутри Ну просто Механически Как пазл Должны быть Потом Концепт Самой комнаты На фоне Уже Этой структуры Да А только Потом Моделирование Текстурирование И так далее То есть Довольно Серьезный Пайплайн На самом деле Пришлось Организовать При том Что Команда У нас Очень Большая Ну и Четвертый Член Команды Это Левел Дизайнер У нас Антон собственно Человек Который Придумывал Все пазлы И контролировал Потом Их Правильную Имплементацию В коде То есть Насколько Все это Так И реализовано Как он Задумывал Насколько Все Без шероховатости Играется И так далее То есть Человек Который Просто Мне кажется Кучу раз Обкатал Каждый квадратный Сантиметр Игры Уже На поздних Стадиях Так что Ну да У нас было Четыре Человек Потом к нам Алексей Нечаев Который Занимался Звуком и музыкой Прекрасный Специалист И я могу Только Как бы Позитивные Какие-то Восторженные Отзывы Сказать О нем И его работе Потому что Он прям Интегрировался В команду Поставил нам Офмод Внутрь проекта И Наделал Какую-то Кучу звуков Для всех Разных поверхностей То есть Ну Можно сказать Что в последние полгода Он был полноценным Членом команды Потому что Он прям Сидел И прямо Вот Вставлял звуки Маниакально Там Где они Должны быть Ну и Он написал Отличный Саундтрек Мне очень нравится Он по Глубине По Эмоциональной Проработке Для него История Тоже Немножко Личная Была Чуть попозже Об этом Расскажу Вот Но В целом Да У нас Очень большая Команда Интересно Что ты Про флэш Упомянул Я Когда На стриме Черную книгу Обсуждали Он тоже Рассказывал Что Во времена Флэша Начинал То что Мы тебе Аукционы Игры на продажу Владимиру Белецкому Большой привет Многие В то время Начинали В том-то и дело Я говорю Это на самом деле Кузница кадров Во многом Причем Кузница кадров Для современной PC Мобильной Ну как бы Мобильной Понятно Но мобильной Они сами себя Неплохо обслуживают Большие команды Большие бюджеты Подготовка кадров Внутри этих команд Сотни человек Сотни человек Работают Внутри И других Джунов Подтягивают А вот Именно В инди-сцену Многие попали Именно из Веб-разработки И мне кажется Это классный лифт Исторически Сложился Я вот Кстати По поводу Трейнвел Вот ты сказал Что первая часть Была довольно успешной А вторая Как там По успешности Если сравнить С первой Вторая не менее Я хочу отметить Что жизненный цикл Трейнвелли 2 Он Все еще В активной фазе Находится У нас еще Не было скидки Больше 55% На стиме По-моему 55 даже Нет По-моему 55 Что-то Около 55 Вот Это говорит О том Что Впереди Еще Довольно Много Этапов У нас Трейнвелли 1 и 2 Выходят На консолях В следующем году Где-то В середине Следующего года Мы планируем Вот Мы Не так давно Подписались С Паблишером Таймлоудер Мета-паблишинг На поддержку И продвижение Трейнвелли 1 И Трейнвелли 2 Сейчас нам Ребята Помогают С тем Чтобы Сделать Из этого Большую историю На стиме Чтобы Покрыть Какие-то Новые площадки Куда мы В свое Время Не дошли Так что У меня Очень оптимистично На самом деле Ожидание От того Что ждет Франшиза Трейнвелли В следующем Году Сейчас довольно Много Чего происходит Вокруг него И Ну Я думаю Что там Все впереди Еще Но На текущий момент Если посмотреть На сухой остаток Как бы Трейнвелли 1 Трейнвелли 2 Я бы сказал Что Трейнвелли 2 Успешнее Как Игра Которая Имеет Живущее Сообщество Кучу Доп-контента Потому Что Стим Воркшоп Делает Конечно Чудеса Ну И потом У нас Все-таки Мы много усилий Тратим На поддержку Трейнвелли 2 У нас Каждую неделю Проходят 2 конкурса В сообществе На Дискорде Вот И Мы награждаем Каждую неделю Уровни Которые в воркшопе Лучшие появляются Мы делаем Там Такую Суточную Внутреннюю газету Чучу Weekly Где Публикуем лучшие уровни Описываем их И награждаем их Даже У нас есть Стимкарчики Которые мы лучшим авторам Высываем Мы выбираем уровень месяца Мы выбираем уровень года Вот И есть люди Которые к нам уровень делают На Трейнвелли 2 Годами Ну то есть Это прям реальные люди Которые Там у них две Это у них больше Чем У задротов В доту На экране часов В редакторе уровня Для Трейнвелли 2 В этом смысле Это конечно игра Которая для Большого количества людей Является Таким хобби И Она Мне кажется Больше шифт Сделала Чем Трейнвелли 1 Для игроков Для сообщества Она окупается Просто ты сказал Что Трейнвелли Она В активной фазе Но Как там по продажам Это же не фри-то-плей То есть По продажам Все еще Этот хвост Тянется Нормально Это Отбивает Скажем так Те усилия Которые мы тратим То есть Понятно Что у нас Комьюнити Менеджеры Есть на Постоянной работе Которые этим Занимаются И так далее Да Игра По-прежнему Зарабатывает Понятно Что Плато Отличается От релиза Совсем не те деньги Они Ну как бы И меньше Но они Стабильнее И В целом Этого хватает Для того чтобы Заниматься Такой активной Поддержкой Вот Но опять же Видишь Мы Мы считаем Что Вот игра Как сервис Да Game is the service Не обязательно Free to play Модель монетизации Сервис Это что то Что важно Игрокам И Для студии Разработчика Живое сообщество Сложно переоценить Это Контакт С своей аудиторией С которой Можно продолжать И делать классные Штуки Вместе Для нее Можно продолжать Делать Классные Штуки И мы Проект В итоге Чистая прибыль Она все меньше И меньше А если команда Маленькая Получается Что в какой-то момент Может быть проблема Что застрянете С этим проектом И на новый проект Уже не хватит денег Такая проблема В принципе не может быть У вас Ну смотри На поддержку Игры Вот именно Тех активностей Которые Мы делаем Не требуется Ведь Часы Программиста Фултайм Фултайм Позиции Программиста Дизайнер Мы делаем Кстати Довольно Много Контента Он укладывается В То есть Основная Нагрузка У нас все равно На комьюнити Менеджер По организации Конкурсов И так далее И в целом Пока что Мы не видели Ситуации Когда Приходилось бы Делать это в минус Как бы в ущерб Потому что Наш текущий Бернрейт Перекрывал Наше поступление Хоть и пассивное Да уже От игры Которая Два года Как в релизе А вы как-то Сообщество С одной игры Перебрасываете Ну типа Кросспрома Какое-то Просто У вас игры Довольно сильно Отличаются Вот предыдущие Трейнвеллы И таймлоудер Это прям Ну они как бы Логические Такие игры Да Но прям Совсем разные Вы Вот Причем Барну Да Мы Мы Видишь Мы В этом смысле Как это сказать Может быть Китые Разработчики Были бы Более Трагматичны В плане Выбора Жанров Ниш И так далее Конечно Аудитория Которая у нас Есть на Трейнвеле Два Она Не очень Перекрывается Аудитория Потенциальной Таймлоудера И у нас Скажем так Главная амбиция Которая стоит За таймлоудер Она была Не Не финансовая Не Заработать Денег Это была игра Которую мы делали Тоже на флэше В свое время Называлась тогда Траклоудер Это головоломка Которая В общем-то Вот Концепция Главного героя Как некого Робота На колесах С рукой Манипулятором Который умеет Что-то хватать И кидать Вот Она родилась Там Уже лет Десять назад Наверное И периодически Были попытки Сделать из этого Более серьезную Экру Для стима И вот Они В Девятнадцатом Году Наконец-то Дошли до Какой-то Реальной Возможности Над этим Поработать То есть Мы не рассуждали Тогда так Что Ну понятно Что эта мысль Тоже Витала В воздухе Типа Что наша аудитория Может быть Не совсем Перетечет На этот проект Но желание Сделать эту игру Оно было больше Вот И Мы в целом Очень довольны тем Что Мы реализовали проект Так Как мы его хотели сделать Красивый Story driven Пазл С вайбами Ностальгическими И В общем-то С разными Вот этими Влияниями На концовки Это Ну во многом Это творческие амбиции Были Вот я спросить Как раз хотел Как вы вообще К этому проекту пришли Ну про это Ты уже сказал То что идея Давно зародилась А вот Как по прототипам То есть Вы все это время Что-то Пробовали Пытались И вот только В 2019 Получилось Или как Да нет Нет У нас В целом Ну Это был Следующий Логичный Проект После релиза Train Valley 2 Он может быть Начался Не прям сразу Просто у меня В 2018 году Был такой Ну Непростой год Личный У меня В 2017 году Родилась Дочь Я взял Такой На этот этап Можно сказать Ну мы как раз Закончили работу На Train Valley 2 В этот момент Я помню Что мы Релизили Игру Когда У дочки Было где-то Месяцев Шесть Наверное Непростое Было время Вот Но после этого Захотелось Ну во-первых Надо было поддерживать Игру Это был релиз Все-таки Там ранний доступ Надо было много Закончить У нас целый год Был раннего доступа Довольно напряженный Надо было доставлять Контент игрокам Смотреть на фидбэк Там заниматься Все-таки Это был Селф-паблишинг Мы сами Как бы Занимались Коммуникацией С платформами Организацией Ивентов Там Не знаю Бизнес-девелопмент Там С площадками Там С Хамблом У нас была сделка И со Стимом Какие-то договоренности Это все занимает Кучу времени И усилий Безусловно И вот Когда ты чувствуешь Что у тебя есть Возможность Заняться Какой-то новой игрой Это На самом деле Да Сложилось Где-то только В девятнадцатом году Такая Возможность Что-то Подумать об этом Да Так что Я не могу сказать Что мы прям До этого Сильно-сильно Много разного Пробовали Но при Продакшн Таймлоудера Он шел Через Да Через Разные Концепции Там Можно было Ранее эти Прототипы Посмотреть Там совсем Другая еще 3D Графика И Концепт Мы делали Несколько Отличался То есть Мы в целом Прошли через Ряд итераций Прежде чем Сформировали Финальный Вижн Вот Как Что Робот Будет Такой И Вид Графики Стиль Графики Будет Вот Такой Собственно Когда К нам В команду Пришел Тимофей А он Был Артлетом Как раз На трейд Трейнвиль Один Трейнвиль Два А Препродакшен Мы Начали Где-то В июне Может быть В мае Даже А Тима Пришел К нам Где-то В сентябре Вот Собственно Тогда Мне кажется И Теймлоуд расформировался уже по плюс-минус там виде в котором мы сейчас видим а до этого у нас там были прямо до по механикам всякие эксперименты по визуальному стилю ну и по прочим момент ты про хамбл сказал вот и как там дела с ним нормально было просто мы с хамблом из фнатиком поддают фанактиков или как они там что называется тоже бангла делали но там прям не очень это все было потому что там вся эта сумма размазывается среди всех кто бандах участвует как там у вас стоило ночью того безусловно с основными площадками ты всегда подписываешь на день и с хамблом тем более и ты должен меня простить за то что я не могу цифра то понятно но но если ты будешь сравнивать хамбл особенно их подписочные сервисы раньше назывался хамбл манфли сейчас называется хамбл чайс когда определенное количество игр игроки получают игры игроки во всей базе хамбла получают каждый месяц то безусловно это если мы не берем сейчас во внимание геймпас какой-нибудь да от microsoft от иксбокса то это наверное один из самых интересных подписочных сервисов которые есть на рынке на мой взгляд а то есть вы именно хамбл чайс попали не просто в банду хамбл чайс да я ей говорю в этом смысле достаточно интересное предприятие она того стоит и рекомендую ребятам на определенном этапе жизненного цикла игры об этом задумываться пытаться туда попасть потому что конечно это имеет смысл там ты сейчас заикнулся про геймпас люди в чате спрашивают ты насчет геймпас вообще узнавал но насчет прошлого или текущего проекта в геймпас чтобы попасть переговоры велись и возможно что-то еще получится из-за этого но насколько я знаю они у нас пока не увенчались успехом точный фидбэк я не могу сказать от microsoft но игру на тот момент когда были приговоры выздать кисней не удалось попасть в подписку хотя мне кажется на мой взгляд что игра хорошо подходит для именно для геймпаса с точки зрения именно продолжительности геймплея того как она выглядит того что она хорошо управляется так далее но еще надо понимать что для этого она должна быть все таки портирована уже на на xbox а у нас процесс портирования он по сути не так давно начался то есть все таки портируешь на консоли и группу с того как она готова на писи и у нас ребята из студии партия ну наши партнеры которые занимаются портированием на консоль они вот ждали ждали ну когда 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 погодите нам еще вот надо будут и релиза вот это поправить вот это и по сути мы отдали на репозиторию для того чтобы они посмотрели и начали портирование но не не так недодолго до релиза и кирилл то есть это вот буквально был не так давно не сами партируйте просто от с билетских когда разговаривал он сказал что на на все платформы сам против ради интереса чтобы посмотреть как она мое почтение владимиру еще раз потому что это не самое интересное на мой взгляд работа и там есть тонкости как правило и у меня со времен например когда флэш игр портировались на html5 платформу это вызывает большой аллергию вот процесс может машинного переноса какой-то игры куда-то просто есть студии и есть люди которым это доставляет удовольствие и которые очень в этом хороши в кропотливом переносе с сохранением там геймплея вайбов визуального стиля тем чтобы они знают как это хорошо сделать и так далее мы точно такая студия нас слишком мало для того чтобы эту экспертизу внутри команды растить и я просто не вижу в этом смысла я все-таки вижу нашу как разработчиков основную миссию в том чтобы максимально сконцентрироваться на разработке оригинальных тайтлов и портировать их мы считаем лучше с партнерами которые умеют это делать быстро и здорово ну логично но у вас уже прошлое игры тоже на юнити были как таймлода да да мы в основном на юнити делаем не считая флэша нет мы не день мы не работаем с андрей ленджином часть или к сожалению пока что у нас не доходили до этого руки нас вполне устраивает юнити в плане тех движков есть минусах но плюсов у юнити на мой взгляд сейчас больше все таки вот раньше вы работали с флэшом их там опять и с юнити это в каком примерно году начали это 4 5 слушай чуть ли не третий мы начали дело в том что мы в тринадцатом году когда мы закончили закончили какой-то основной движок трейнвэля мы делали его уже на тот момент партайм с ребятами где-то года три то есть мы начинали его сильно раньше вот чуть ли не году не в десятом и тогда я помню что но мы точно знали что мы хотим делать паровозы на юнити потому что мы хотим точно знали что их надо делать в 3d потому что или мы рисовали в пиксель арте чтобы ты понимал это такая боль была нарисовать все поворота они изометрические были чтобы ты понимал в заметке видны писать все повороты каждого локомотива и каждого вагона это дофига делов прямо вот это была главная статья расходов на грех я с кузнецовым когда обсуждал они сейчас этот деспотизм выпустили новый у них там тоже на некоторых персонажей спрайтов там десятки там 60 70 на какого-то перс с одной из другой с третьей стороны все дела и потом еще это все дело анимировать надо да 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 поэтому точно знали что мы будем делать тренвэлю в 3d это только и и никто не заменит понимаешь вот этот вот магический момент когда паровозик разворачивается когда он заворачивает на этих он когда он слишком дискретно поворачивается это несколько магию движение поездов на экране руши точно знали что их надо делать в 3d чтобы это было красиво и класс так что мы начинали с прям с ранней с ранней версии она точно была не подписочный тот момент я по что мы с 3 на 4 по моему прыгали еще вот на четвертой версии мы уже сделали скрипт гардену тогда и и паровоза мы пытались пропали паровоза мы проапгрейдера скрипт гарден так и остался на 4 пока его не портировали на xbox и уже вот как раз команда портировщик в чем магия эггес помню у него вызывал это просто панический ужас и идея о том что придется в игре поменять чтобы портировать у вас четвертой версии а это было все-таки физическая головоломка на хотя бы пятую на тот момент то что она ломалась чуть более чем все в игре чтоб ты понимал управление камеры куда-то улетала там еще что-то еще что-то а со студии портировки вышло я не знаю сколько там бутылок водки было выпито ребятами и сколько там матов было сказано в процессе но для нас это выглядело так что мы отдали исходники а через там шесть месяцев мы увидели игру на свече xbox и sony вот это счастье для меня это счастье что вот большой объем как бы работы такой технической кропотливой остается для меня в черном ящике я вижу только результат думаю могу тоже кстати портировали ну как мне портировали приносились 4 unity на 5 правда потом 5056 2016 2017 но я не помню там особых проблем у нас физикой и камерой у нас нами больше проблем было потому что у нас мультиплеер с сеткой unity шнай на вот чисто на нашей памяти мы три раза всю сетку переписывать потому что юнити там деприкой ну да они тупо деприкой теле и все и недоступно было сейчас вот последний этот ла пихая этой high level на и пидо сетки тоже выпилили сейчас анонсировали новый и это новая сетка сейчас в бетке тоже как бы не возьмешь использовать у них вечно такая фигня да 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 есть такая проблема это правда с юнити есть и в этом смысле конечно мы не не спешим брать то что наверно хороший принцип работ с юнити да не хватает прямо совсем то что сильно в бете брать стабильные релизы и все-таки закладывать на цикл и разработки если это два года например то все-таки закладывать возможность проапгрейдить эту версию мажор разок хотя бы на более современную потому что ну вот сейчас у нас есть в таймлоутер не очень приятный баг который связанными 19 версии юнити отчасти с графическими драйверами ну то есть по сути это вылит и крыло случается очень редко но он у меня был оттенчается вот вот ты попал видимо счастливы это логу бы файл посмотреть вылета у меня вылетела убегать надо было я что там цеплялся за веревки это то 4 или на 5 веревки в саду когда там убегать надо у меня все зависло и все вырубилось играет а звук играл в это время а звук играл с музыкой в это время не ну когда повисло когда повисло звука уже не было у меня картинка встала не так не черный кран был встала картинка и все вырубилось игра потом рассмотреть бы лог андрей за террасе уже после нового запуска ну да на ткани да конечно в общем есть такие моменты которые связаны именно с legacy версиями движка и они например в новые по фикшен так далее но это всегда это всегда баланс между тем что смотришь что ты при апгрейде на это у тебя там 200 багов и вылетает и вопросов особенно когда это физическая пазл головоломка как все зависит завязана на физику ты в какой-то момент такой так вот знаешь когда камни только на друга ставит японцы в воде и они стоят там странным образом вот у нас игра примерно так такая вот башенка и ты такой в твой так главное не дышать чтобы ничего не трогать стоит и и главное не это чтобы не упало на этом смысле движок конечно но с физикой он физикой как бы я хотел сказать что там все хорошо получилось мне не было в целом нареканий все довольно ощущалось все органично но там бы было пару багов например там в одном этапе с плитки надо было взять там палку какую-то чтобы я потом другое место закинуть ну и слева надо ее перебросить и суть в том что вот слева штука ты просто поехать не можешь палка палка падает ну там стул вот это ли что стоит но я ее кинул а и она скатилась и она скатилась внутрь стула короче палкой в итоге влево и и не просто не протащить вправо не протащить я минуты 2 3 как она там оказалась я видел этот репорт я понял о чем ты говоришь конечно и оттуда не достать но я достала я минуты 2 3 дрыгал 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 и она там как-то с коллайдерами протолкнулась и вы вылезли наружу можно вот видишь значит софт-блокер значит не блокер все-таки вот таких моментов таких моментов сотни мы почистили по всей игре одну то есть как бы там рядом наверное уже ближе к тысячи наши эти кей прогоны шли я очень доволен тем что игра вышла чистая в плане багов то есть у нас реально наверное таких жестких критических блокеров в игре присутствует очень ограниченное количество для каких-то конкретных платформ то есть мы вот у нас был первый фикс наверно после релиза мы и чинили два момента в игре которые которые плохо работали на низких fps мы даже представьте не могли что в игру можно играть там на 15 fps а люди играют оказывается вот не знаю смысл в том что ты реально пример ставишь разрешение 1024 на 768 и место проходится у человека а full hd нет потому что fps низкий и так как физика где-то завязано на fps не везде она отвязана вот эти критические там два места мы правили потому что не проходилось это был один репорт например всех игроков да мы вот это мы не протестировали на это всегда надо закладывать ресурс после релиза потому что несмотря на то что я очень доволен тем что у нас как мы отполировали игру мы реально большую работу проделали в этом смысле плюс мы все-таки делали рассылку случайным игрокам и мы уже даже на игроках проверяли то есть мы взяли там 100 сколько-то игроков и мы разослали ту версию которая прессе а ты рассылал за три недели ты релиза и они проверили ее уже и ряд моментов ну то есть том числе там с вылетаниями с какими-то дамы благодаря им обнаружили потому что никогда не можешь сколько у тебя там активное тестирование не было там отделкой какой большой не был то не всегда не может покрыть всю широту проблем которые возникнут конечных пользователей но пока и на андроидах это прям проблема да 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 абсолютно ты не знаешь к это на линуксе проблема там один процент игроков на стиме но они супер вокальная у каждого своя сборка этого ядра вот и ты там например и и даже тестировал где-нибудь на убунте разок прошел а вот находится кто-то вот это манады бине а вот на агентом чего-нибудь тик да ужас вообще и да пока ты пока ты не за релизишься ты пока это не узнаешь придет конкретный игрок скажешь что вот вот что-то там на какой-то комбинации не вот и фиксишь это то что мы уже давно выучили по тренвейле релизом и просто до после релиза на стиме ты готовишься на низком старте когда начинают поступать вещи ты их сортируешь по критичности и правишь да тут важно быстро реагировать кстати до сих пор не поправили этот dualsense или как он там с пске контроля у него стики не работают то есть двигать машинку можно захвата не управляется я не знаю смотреть если это через драйвер стима работа если отключить поддержку специальных возможностей которые в стиме есть я не знаю почему это работает так то есть мы до сих пор с этим багом боремся потому что у нас он не воспроизводится то есть мы когда например тестируем но наверное надо взять все-таки dualsense потестировать конкретно этот генпад потому что может отличаться что-то но если отключить драйвер поддержки стима именно в этой игре то скорее всего курки заработают без проблем и даже может быть заработают если включить драйвер и переподключить геймпад очень странный баг в том смысле что он такой лохнесский вроде есть но поймать сложно надо будет попробовать ради интерес а вот с этой игрой вы сейчас выходите с создателем почему решили в этот раз не сел в паблишер к создательным выходим но я вещь когда тебе рассказывал про то как мы запускали тренвейли 2 это разные вещи и это по сути разные эти даже скажу так образ мысли разработка издательство игр ты можешь сочетать в одном я то есть вижу нормальный здоровый процесс как это сочетается внутри студии когда ты внутри студии начинаешь выращивать отдел издательский этим должны точно заниматься специализированные люди вот в чем дело которые должны иметь контакт с рынком и так далее я игре этим занимался когда мы релизе ли там тренвейли 1 скраб гармону или 2 и так далее тот момент как бы каких компетенций хватало желание в этом разобраться было но со временем я понял что мне значительно интереснее все таки делать игры чем договариваться с дейли делах выставлять распродажи еще что чуть для кого-то это ну прям вот понимаешь супер интересно а для меня это в какой-то момент стала определенной рутиной и это операционка понимаешь она требует кучу внимания требует того чтобы держать руку на пульсе постоянно причем не только что у тебя происходит с твоей игрой со статистикой ну и что происходит в индустрии надо полить какие тренды как 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 лучше монетизировать какие новые платформы появляются и так далее так далее это прям full time job которым надо и мне просто этой работой было заниматься чуть более скучно чем придумывать новые игры их делать не но это как экспортирование в принципе ты хочешь заниматься на разработкой а дети вещи может на кого-то другого спихнуть абсолютно абсолютно и мы собственно когда вот с ребятами ближе познакомились и не ну мы сразу знали мы к таймлоудр начинали я сразу знал что у нас будет издать а как вы кстати у них вышли как-то просто познаю ну видишь наш с алиной без дайкени который является продюсером нашему страны издателя мы знакомы все давно она тоже вильнюсе живет и как-то на дивгаме по моему я уже показывал с 18 на 19 год в минске был дивгам как сейчас помню показывала первую демку в том числе алине показал мы чуть не в одном поезде ехали из вильнюса в минск на дивгам вот и как-то обсудили разок обсудили второе у нас довольно много было издателем мы с разными там беседы на тот момент я прям постарался максимально показать широкому кругу людей и итоге мы подписали смет да потому что наиболее удачно были условия и в целом не жалеем целом нам понравилось вот этот ну как бы у нас не был первый опыт на самом деле сотрудничество когда ты знаешь прям закрываешь милу стоуны создателем там документы пишешь по и кире немножко внутри небольшой команды те практически мы пособнее когда и документы написали какие-то гдд что даже на заказ не был таск зачем вот ты носители живой этой информации всегда понимаешь а типа диздокер они ну как бы нужны когда что наружу что-то отдаешь чтобы кому-то еще было понятно это трата времени и сил по факту оказалось это приятный опыт я сейчас так не считать оказалось приятный опыт когда у тебя какие-то вещи просто записаны ты можешь этот документ дать показать там перевести его еще показать больше широкому кругу людей нет не мы однозначно прокачались во многих моментах как разработчики на нашем вот этом проекте сотрудничество с дателем и следующему проекту хотим делать сотрудничество с партнером потому что я понял что во многом во многом это свобода если все сделано правильно если партнер у тебя надежные понимают в своей области как запускать игры как делать это снимает себя кучу головняка особенно если тебя нет амбиций в этой области самореализовываться мы безусловно участвуем в подготовке то маркетинговых материалов мы у нас есть право голоса в плане того как когда там трейлер готовится что туда должно войти как должно выглядеть когда готовится keyart и так далее мы это все обсуждаем но это экономит кучу времени когда тебе не надо самому это все делать я как раз спросить хотел как как вы взаимодействуете вы ему отгружаете просто какие-то эти помо материалы креативы и прочее и они всем этим занимаются или ну вот как вообще это ну та же самая страница в страницу стиме например кто оформлял трейлер кто готовил в нашем случае страниц в стиме готовил сдатель ребята и трейлер делали тоже мета паблишинг но мы ревью или вместе то есть мы на трейлере вы работали ну как бы сообща да было несколько трафтов мы там давали фидбэк смотрели так вот тут нас немножко провисает давайте вот здесь там другой кусочек футажа возьмем тут может быть больше драматичную какую-то историю оставим так далее тут может не очень понятно то есть в целом мы это делали сообща но хорошая новость в том что все таки издатель у нас компетентен был почти во всех областях и ты если где-то не вывозишь то в целом ты чувствуешь это крепкое плечо партнера которые тебя может прикрыть из материалами из стратегии запуска из продвижением и покрытием там пиар публикациям и прочим а ценами кто занимается тоже издатель и они с вами советовали синие просто тут люди спрашивали почему на российском регионе такая цена стоит обычно для россии там ниже в рублях ставят мне кажется она должна быть ниже в рублях ценами занимался издатель но там есть же сетка стандартная по ценам рекомендованная стимом я честно говоря насчет российской цены не знаю могу уточнить но она 8 бакс она 8 баксов стоит и а в россии нет 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 она не 8 баксов это она стоит 15 баксов 15 так что цена для россии должна быть адекватно но в россии 4 на 8 баксов может до на 8 баксов может стоить для беларуси например надо в для цифровых да 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 там цены бывают в долларах но тоже со скидкой но они они как бы примерно одного уровня нет игра стоит 15 долларов 12 с половиной евро и мне кажется это это адекватная конверсия в рублей должно быть со скидкой ну просто ли у людей претензия к тому что но это старая тема сколько часов ты получишь за сколько и тут в итоге получается за 500 рублей там два три часа но если не брать перепрохождение то есть вот одно прохождение два часа какой-нибудь да это безусловно не история которая меряется в часах то есть лишь у нас тренвейли например игра где есть там тысячи тысячи уровня воркшопа и в целом ты за те же 15 долларов может получить там да и как я уже говорил две тысячи часов пожалуйста на экраны она такая же по цене как таймлоудер а таймлоудер это совершенно не игра про количество времени которые ты оттуда унесешь эта игра про experience который ты унесешь про его глубину скорее они они объем то есть тонкий момент как оценивать игры с точки зрения велью да и вот в или она не всегда коррелирует с объемом потраченного времени внутри игры потому что порой рекламный ролик или рассказ у чехова например прекрасные глубокие интересные рассказы или твит какой-нибудь он может для тебя быть значительно более глубоким до глубокий след оставить в судьбе в твоем образе мысли стать дитя более знаковым чем там иной роман до или иной сериал на 9 сезонов и вот скорее проект речь просто надо понимать что для создания двух с половиной трех часов прохождения таймлоуда мы реально два года это было там куча сетов внутри да это не дешевая игра чтобы понимали и там много визуальной визуальной качественной вот вот этого пространства качественного пространства наполненного референсами историей атмосферой потому что она объемная за счет музыки и флоу вот вот это два часа короче это качественного экспириенса который тянет в общем-то но это это либо high quality indie либо уже какой-то дабл и сегмент по количеству мы просто как небольшая команда мы не могли сделать супер много времени ну поддерживая такую планку качества то есть мы смогли взять нужную вот вот этот уровень и выдержать его одну вот ну на определенном объеме и для нас значительно важнее было не снижать качество по ходу добивая его филлерами какими-то по времени а значительно важнее было выдержать определенного такое премиальное качество и целостную историю то есть эта история рассказано от начала до конца как мы хотели с кат-сценами у нас там 23 кат-сцены извините они не все большие они не все длинные сюжетные но это реально 3d рендерены в видеоролики который распровождается звуком музыка и так далее вот поэтому такие игры они не могут быть длинными для маленькой компании и это experience который да он не может длиться долго отнеситесь к этому как небольшому фильму или анимационному какому-то фильму да но надо понимать что это не механическая играю нельзя мерить в часах ее можно мерить только в ощущениях и experience там скорее не в часах дело больше там еще два аспекта первое это у людей психологические барьеры есть то есть если индия если она там коем 2d они 3d шутер какой-нибудь этого там 250 500 рублей если это три пола и там тысячи полторы но это раньше по крайней мере было сейчас понятно с ценами вообще непонятно там по 5000 же игры стоит даже в стиме и второй аспект это опять же сравнение то есть если вот смотреть потому как ощущается играю там два-три часа в этом сегменте по-моему little nightmare тоже она там часа 45 и вот когда там сравниваешь и нояна не намного дороже полно тоже рублей 500 600 стоило люди как бы когда смотрят двадцатку там little nightmare стоило в этом ну да да так я считаю что ценообразование мы достаточно хорошую нишу заняли в том смысле что ну на мой взгляд игра не должна стоить дешевле опять же по уровню качества и по продолжительности это просто просто вот этот сегмент игр которые являются сюжетными и не длинными то есть для меня например и продолжительность небольшая законченную экспириенса является плюсом скорее для меня как для игрока потому что может быть мне не так много времени да и мне нравится что я могу пройти кроме за 10 часов например раза два или за четыре а кстати рефандов много выиграть нет я бы не сказал ниже чем среднем по стиму просто я с вами сейчас ты наверно в курсе вот история была с разработчиком который там хоррор делал у него тоже часа на полтора на два игр были и он жалов что люди играют рефандит после этого и там скану кучу статей было и на дтф и там и на мире на всяких англоязычных ресурсов мол вот в стиме такая проблема есть если у тебя если у тебя игра полностью проходится быстрее чем два часа такая такая проблема может быть но мы по крайней мере с ней не сталкиваемся сейчас то есть не могу сказать что она у нас есть по вишлистам можешь информацию сказать сколько много там или как как они конвертировались потом в продажу в процентах у вишлистов хорошо конвертироваться пока не не могу сказать что сильно конвертировались но опять же надо понимать что два механика вишлистов сейчас и то как с ними работает площадка меняется и мы ну почти в реальном времени наблюдаем что стим постоянно что-то подкручивают своих механизмов мне кажется что сейчас ценность вишлистов это мы видим по релизам осенним нескольких игр уже она снизилась вот и уже недостаточно просто иметь там я не знаю 50 100 тысяч вишлистов для того чтобы релиз состоялся гарантированно как будто бы сейчас механизм их стима там ценность этих вишлистов их влияние на то как игра будет дальше набирать популярность на платформе она претерпела изменения я сегодня просто это как раз читал по поводу вишлистов там человек поделился издатель по поводу одной игры вот они за неделю короче не 20 процентов вишлистов конвертнулась в продаже и у них там в районе 100 тысяч или типа того было и вот они там за неделю сколько там 50 тысяч продаж или 70 у них было там еще самое интересное то что они вышли и в стим и в егэс и в егэс всего один процент продаж 99 продаж им стим сделал но это нормально это стил до сих пор значительность более популярной платформы чем игре с мне интересно вот насколько epic game store сейчас с джиджи будут соотноситься но мне кажется что даже джиджи на текущий момент более сильно себя проявляет платформа я поясню я не продажам там таймлоудеры конкретно говоря игры в целом да по рынку то мне кажется джиджи ся еще все еще лучше чувствует чем эпигемис торночка очень момент хотя это наверное зависит от тайтлов но все-таки аудитория разные джиджи более хардкорная классическая такая вот да и свежлистами свежлистами все нет но я хочу сказать что я очень рад за ребят который конверсии вишлистов составил 20 процентов это это очень хорошо либо у них была скидка хорошая это прямо на старте да ты говоришь но они вот за 7 недель со старта продаж да ну супер это хороший конверсия а вот с ютуберами и прочим это тоже издатель работал просто нет это одна из главных компетенций сдать продвижать в комментах просто писали что витек play он видео по игре дело у него там 2 миллиона подписчиков это тоже все было да я про это ничего не знаю честно не знаю насколько бы было ли это платно это ну то что распродажи в начале года это где-то весной было видео поиграл в пролог таймлоудера и мне очень понравился сам сам формат это как он как бы внимательным деталям кем-то подошел мне кажется это может и бесплатно было потому что но я не уверен короче вот за что так сказать купит честно признаюсь я не знаю подробностей продвижения и взаимоотношения именно с этим ютюбером издателя но мне очень безусловно и очень рад что витек сделал видео по таймлоудер мне понравилось само видео и безусловное количество просмотров это видео мне понравилось а как конвертнулась как-нибудь вообще там в стиме там лишь листы или в продаже пике какие мы там были очень видели вы видели да на на графике в общем замет такие большие видео ты можешь отследить но тем более что там там была сутка тыру можно трекать в описании то есть но мы знаем сколько людей этого пришло сконвертировался с этого видео но такие знаковые большие обзоры они смысл однозначно это очень хороший способ продвижения игры сейчас когда вот уходит просто если речь если ты индии у тебя сингловая игра и это все таки ты заказываешь это платно то тут не факт что он отобьется вы там если у него аудитория там не ориентирована на эти игры то все 3 10 если он по фану но сам заметил но они иногда так делают там все время тоже пьюди пай тоже по фану остыда показывал игры тогда ок но вот платно не знаю для индии нормально это там если миллионик то там ценники прям здоровые могут быть слушай как мы занимались самопродвижением вот селф паблишингом мы никогда не платили за видео обзор вот никогда мы не разные заказывали платный видео обзор и когда тотал бисквит сделал видео про train вели один на непокойный я очень так сказать джону благодарен мечтаю классный чувак был и вообще я это я всячески все всегда очень улыбкой короче вспоминаю обзор на был то там такой прикол что он сделал обзор первой игры и через какое-то время выпустил видео про то как он отбирает игры для своих обзоров и в этом видео которое вышло следом он на примере трейн вели разбирал почему он взял эту игру то есть у нас вышло тот тотал диск это почти два видео подряд про трейн вели с кучей просмотров и так далее я считаю что он просто благословил эту игру в путевку в жизни дал по-хорошему потому что там например пик от или за на стиме там такой и дальше пик от видео там total биск это был и мы ему специально не писали по моему даже и мы его там не окучивали как ты понимаешь и мы ему ни копейки не платили то есть ну все возможно зависит от того он этом видео как он убирал эти игры он собственно говорил про то что он уважительно то есть к своей аудитории и он не будет показывать фигню будет показывать то во что ему интересно играть и я считаю что довольно много именно крупных ютюберов которые зарабатывают не на рекламных каких-то интеграциях которые зарабатывают на том что его смотрят его аудитории она ему доверяет его выбору его экспертизе так далее они будут именно так выборы делают поэтому ну это вот взять какой-нибудь где по и max player они свое время с кучу трэша там монстра slender и прочее ну то есть так спорные такие игры то есть по качеству в целом но они очень за счет этих видео очень установили этим играм продажи не сказал бы что я посоветовал бы кому-нибудь такие игры играть очевидно везде есть нюансы и каждого ютюбера естественно своя политика монетизации его каналы и его контент понятно что все отличается но мы начали начали с чего типа стоит ли например какие-то платные покупать видео до обзор тут надо сильно наверное считать вот тут понимаешь опыт и пригождается например издателя да потому что вот если я никогда не покупал платные видео то я очевидно плохо посчитаю конверсию предполагаем от какого-то там ютюбера от его аудитории в мою игру зато я неплохо делаю пазл головоломки и считаю что все должны заниматься своим делом вот а по поводу ассетов и игры вы сразу решили что она вот такая ну вид сбоку и как платформер будет не было мысли сделать ее такой псевдо 3d вот как вы летал на этом она по сути платформер но можно было ходить вглубь и ну да на 3d полноценный кусочками было такого не хотели не не было потому что тут очень тонкий момент с управлением все-таки ты же представляешь себе что колесная база которая в основе лежит там механики перемещения нашего персонажа она не предполагает движение стрейф ну как возьми да например персонаж любого антропоморфного которые многие есть и он может двигаться во все четыре стороны боком назад вперед по диагонали и так далее достаточно адекватно подобрать анимации движения все будет очень хорошо и гладко а вот с колесной базой начинаются очень большие проблемы так как у нас персонаж был специально то есть это большая часть игры что он перемещается именно колесами была такая игра раньше по моему даже на флэш и ластомания культовая где мотоцикл и еще в школе да вот это как раз пример того что платформер на колесах возможен он может быть интересным но сделать платформер на колесах который вглубь еще помещается персонаж при этом практически невозможно но на мой взгляд сделать это адекватно и поэтому такой мысли не было изначально мы додумали вид сбоку это только одна плоскость движения должна такая про техническую часть вот у вас там юника по-моему 2019 когда на но мы это обсуждали уже что просто переменее менять для физпазла для нас движок это было бы смерти подобно количество не очевидных моментов которые могут в этот момент возникнуть в самых неожиданных местах это было просто может быть караул поэтому в какой-то момент зафиксировали уже движок и уже работали с ним это нам хватило кучу-кучу-кучу-кучу нюансов которые надо было себе водка и отработаешь с физикой это всегда больно и на самом деле мы очень довольны тем чем получилось то есть у нас достаточно смув перемещение у нас хорошая контрол то что в полете контролируешь робота у нас отзывчивое управление и так далее есть моменты которым до сих пор у меня небольшие есть вопросики в плане там отзывчивости прыжка например и так дальше мог бы быть отзывчивее он не всегда там например быстро срабатывать и так далее но это прям очень минорные уже вещи если мы смотрим в целом на экспириенс до от управления но достичь этого это реально куча куча прогонов с напильником это все через то есть это на кончиков пальцев ты тестируешь смотришь и меняешь коэффициент тестирую смотришь меняешь коэффициент это месяцы месяцы работы с физикой движка с базовыми вот этими настройками физики а смена движка эти ты берешь выкидываешь большая часть того что сделано и начинаешь этот процесс за но и не факт что получится например не хуже чем было но с движением вроде у меня к набору проблем не было как все все вроде ок у меня проблема вызывала иногда хватание то есть у меня даже скрины там есть некоторых моментов я скину может попробовать повторить там в некоторых местах прям не не получалось вообще зацепить вещь там лежит на земле но подсвечивается зеленым в охват вроде опускается но он чуть сбоку и не получается хватить да такое может быть такое бывает но просто потому что обилие этом мест куда что-то может закатиться из-за этого слишком большое чтобы их все закрыть да такое такое бывает там еще были помню проблемки с анимацией забавные там когда очень узкий проход по вертикали тут твоя цеплялка она цепляется и у меня было просто такое что тачка уезжала цеплялка оставалась как будто отрывалась и потом когда я далеко отъехал там через две-три секунды она опять перемещалась машина присоединяется еще бывает расколбас и потом присоединяется наша главная задача была сделать коль ну во-первых количество узких проходов минимальному чтобы такое не было во вторых мы делали реально физику коллайдеров самой руки максимально обтекаемый на везде где есть что-то чем можно цепиться там везде стоят такие шарики знаешь как у старых людей делают это по четыре теннисных шарика на этой чтобы они безопасные снизу были вот у нас такими теннисными мячиками все обвешаны все углы чтобы она была максимально обтекаемой и лишний раз ничего не зацеплялась но тем не менее вижу физика из физика все равно и сейчас попытаться ее вот как-то как-то оторвать и за что-то зацепить по-прежнему можно если сильно постараться но он ничего не ломает это чисто такая визуальная проблема что там бывает забавно когда на моменте три ящика друг за другом надо двигать и там я я при проехал в нижней хочу его подвигать но почему-то коллайдер посчитал что я зацепился за верхней и в итоге он потом отцепил у меня ящик прям с большой скорости задвинулся ничего не ломала но так забавная штука такая да 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 там в каждой головоломки вот в каждой физической это есть внутри довольно много твиков и костыликов потому что все таки это сильно сильно специфические такие штуки поэтому это главное наверное сложность разработки таких игр то они всегда ты не можешь просто взять и прописать логику как бы работы таких вот ящиков например да и так далее те ты всегда делаешь кем-то динамическими телами с определенной массой с определенными этими они не всегда выдвигаются на них ставишь движки чтобы там какая-то сила к ним прилагал чтобы она была не слишком большая чтобы не разорвало погрузчик но не слишком маленькая чтобы это дело делалось потом тестируешь раз она не получается надо под но короче это всегда вот такой процесс эксперимента а потом оказывается что на низком фпс это не работает почему-то с фпс у меня забавный была проблема похожая в другой визин знаешь на сайт хилд которая похожа там я там короче по дефолту локнутый фпс но на мдш как там как обычно проблема была мне пришлось через конфиг он локнуть фпс он там за сотню уходил и из-за этого там есть момент когда надо бежать от босса ты от него тупо не можешь убежать он чуть-чуть быстрее работает чем при локнутом фпс мне приходилось на стойках логин очень на 30 проходить этот момент потом опять отключать тоже забавно было и сначала понять не мог что я может не так делаю это всегда это вещь со старыми игрушками когда их запускали до запуске на мощных машинах очень у многих была логика привязана к количеству количеству кадров секунду очень многие ломались из-за этого и одна из главных функций мне кажется dosbox была в том что эмулятора досовских игр том что он производительность ограничивал систему выдавал там дозировано так чтобы на салон хелом такая фигня была через эмулятор или что я уже не помню играл к я запустил у меня все ускорено прям было тоже так а в unity помимо физики какие-то еще неприятные моменты или проблемы были а сложно если вспомнить им на какие-то технические челленджи мы сделали две воды причем одну воду мы из ассетстора лицензировали взяли по моему там которая небольшая она у нас используется аквариуме а потом когда мы дошли до производства у нас есть такая большая локация затопленный подвал во втором акте где много воды казалось что то вода совершенно не годится для больших массивов на неплохо выглядит она а у нас есть там моменты где персонаж этот робот под воду под кружу погружается и нам надо было сделать вот это вот и разделка вид сбоку чтобы он адекватно выглядел чтобы волны хорошо при этом физично смотрелись так далее и по сути нам пришлось воду писать самим самостоятельную вторую и это было да это оказалось ну подъемно мы им это сделали с определенным рекомендациям там шейдер еще что одно смысл в том что ну это был такой такой риск ну что мы не не закладывали короче разработку прямо вот физики воды в наш производственный план таким блин придется воду ну похоже самим писать не под не подходит окей давайте делать ну да такое было ну а потом мы конечно сильно по визуалу упаривались и и не нам не не всегда нравились мы в итоге нашли неплохое решение прямо с коробки тоже из с отстой раз мягкими тенями но оказался прикол в том что этот скрипт он вешается на источники освещения отдельно и его над был короче не на каждый вешать один раз на сцене но если повесить его несколько раз то тени ломались хочу такое было и в общем в какой-то момент прямо перед релизом чтобы ты понимал у нас за три недели надо было сделать версию которая маркетинг должна рассылаться но всем как бы вот ютюбером журналистам и так далее мы собираем build вот как 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 и но короче на мой завтра свадь вот мы там сегодня его собираем так далее а у нас половине локации тени отвалились вот прямо ниша доски и супер жесткий вот такие тени мы такие блин все пропало там теперь как чует на сказали оказалось что была проблема с этим скриптом надо было выбрать дополнительных эти чтобы не было этого конфликта все починили но это было час паники седых волос как одна другие платформы вы планируете да игрушку выпустить а мы планируем точно не могу сказать когда но то что планируем это точно но на все просто на свитч по моему помощи идеально бы зашло какое-нибудь и на модели это один из самых популярных комментариев на любую игру мне кажется на любую игру типа это бы на свитч я кстати очень надеюсь что с выходом стендек сражающего года ситуация должна поменяться с ажиотажем вокруг свеча в том смысле что в хэнд хэллд факторе появится большой объем игр доступных лейки работ из коробки покупать второй раз для занятых игроков не надо перепроходить там не знаю skyrim снова на свече или ведьмака у тебя уже есть твои сейвы и стима у тебя производительная машина и не то что нам нинтендо дает раз за разом до в новых этих итерациях свеча который сейчас вышел новый но он не новый нам столько там поменяли не но он по прежнему очень сладенький низкопроизводительный да я надеюсь что стимдек в этом смысле гегемонию свеча для хэлл факторы немножко пододвинет у нас будет более производительная переносная консоль на который идет весь спектр игр на стиле и должен по поводу самих головоломок вы не думали их посложнее сделать потому что но тут тут короче непонятно получается вроде она такая story driven игра и с другой стороны вот есть головоломки которые у меня вообще ни разу затыка не было и она все подсвечивается они все довольно простые в целом вроде интересно они как раз вот может быть это и плюс они несложные локации в целом небольшие ты продвигаешься из одной в другую но вот на челленджа просто нету я не знаю хорошо это или плохо вы не думали посложнее как-то за головоломки сделать да есть есть такой момент и на самом деле у меня нет простого ответа на этот вопрос потому что я не знаю было бы хорошо это или нет но в какой-то момент тебе тебе уже сложно изменить уровень сложность который был заложен в игру то есть мы выбрали определенный уровень сложности и за счет подсветок да он безусловно стал проще ты по сути едешь туда куда указывает стрелочка видишь интерактивный объект нажимаешь на него и это такие знаешь иногда самые решающиеся головоломки ты даже не успеваешь подумать в чем был пазл как он уже решается но не делать подсветку было нельзя потому что слишком разношерстное такое да и реалистичнее подсаживание подсветка и стрелочкой там он наоборот классно то есть но она ведет я показывать что до вопрос том и посоле может сделать их больше чтобы у тебя какая-то была задача ну не не так что вот это подсвечивается и только вот один вариант а там нет несколько объектов и тебе надо в какой-то очередности вот чтоб какое-то усложнение и плюс в игре есть карта разные комнаты и например можно было бы сделать чтобы что-то из одной комнаты нужно было за использовать в другой комнате там мини-инвентарь какой-то как в поймите кликах например ох андрей мы разок сделали короче вот сам начальность ты помнишь ты красную машинку берешь из гостиной несешь ее в в кухню ты не представляешь себе сколько костылей вокруг подложено этой механики чтобы ничего не сломать потому что закинуть красную машинку в гостиной можно в тысячу мест также не достать и перенести ее так чтобы вот те же надо перейти понимаешь а ты вдруг машинку забыл а вдруг ты вернулся или короче сделать плохую головолом который flow совершенно рушит где игроки затыкать это даже в текущем виде мы можем у нас единственный негативный отзыв на стиме знаешь про что я не смог пройти да я видел пройти и мое у нас стрелкой у нас вот все что ты сказал понимаешь и это человек запутался я боюсь себе представить чтобы было если бы не заставили в нескольких местах переносить объекты из одного и там из одной локации другую возвращаться в локацию а вдруг я там что-то забыл а вдруг мне надо съездить туда потом туда как в классическом метро и 2 не мы собственно поэтому занерфили вот эти штуки несмотря на то что мы изначально планировали делать что-то подобное и вот этот рудимент этого как раз в самом начале игры остался в гостиной кухне смогу поняли что это да с машиной но мы поняли что это будет супер сложно скорее всего и там будет риск того что игрок просто не поймет и запутается заблудится потеряет как в том анекдоте один шарик сломал второй потерял вот это явно будет народа сейчас по шарик заикнулся и до этого то что для машинки там костыли просто вот тот момент там как раз ближе к концу когда с шариком надо который там воздухе подвисает вот для этого он тоже наверно костыли наверно дофига было что это единственный момент в игре где ты берешь гарпунол то есть дистанционно ты именно хватаешь предмет ну что до этого всегда надо было либо взять предмет его куда-то кинуть ну прям рукой либо собственно гарпуном квотаться за статичные зацепы и там до сих пор в целом довольно много узких кейсов где где можно сделать равно что-то не так понимаешь могу пристрелить да и и так как это вообще одно место в игре где мы это используем естественно там миллион костыли миллион вот но это я не не правда не то что я прям сетую как тяжела жизнь там разработчиков из пазлов да это я про то что уровень сложности который мы выбрали он зависит не только от нашего субъективного желания когда ты уже сталкиваешься с непосредственно задачи реализовать вот в таком 3d окружении чтобы это были реалистичные пазлы потому что основная проблема с пазлами какая ты придумал какую-то классную головоломку что вот есть что то что надо перекатить она закрывает дверь ты там схватишься и так далее после этого ты сидишь и в два или в три раза больше думаешь а что это может быть такое на кухне что это может быть на ку что эта часть это вот там тарелка это коробка это там не знаю термос это понимаешь тебе надо теперь сделать из этого реалистичное окружение и после того как ты уже сделал например первую треть игры по сути пролог фактически ты уже зафиксировал уровень сложности ты его уже не можешь сильно менять потому что для тебя изменить сложность головоломки или по сути саму головоломку и значит переделать там большую часть пропсов на локации ну там даже не в попсах дело в том что ну как сбалансировать там же типа кривая сложности все дела и если там что-то сложно не понять непонятно как это сделать чтобы она все усложнее и сложнее было то тут еще геморрой для этого мы конечно делали прогрессию сложности вы там чем дальше тем головоломки сложнее там меньше подсказок и появляется новый варианты там использования взаимодействия и так далее но проблема в том что у нас был по сути один выстрел по сложности вот по сути один выстрел и после этого у тебя уже нет пути назад ты не можешь в этом особо сильно поменять на мой взгляд как игрока мне тоже простовато то есть может быть если бы головоломки были чуть посложнее а в каких-то местах там может сильно посложнее игра бы от этого ну больше выиграла с точки зрения геймплея но из того что я вижу в плане флоу людей то есть мы получаем фидбэк то уж люди там например играют с детьми для них это супер классные головоломки ну то есть вот прям нелегкие от experience players до фидбэк скорее такой что легковато то типа ту кэжуал но при этом как бы для них есть все равно остается там трек слежения за историей для них остается трек пасхалок везде для них остается трек поиска спрятанных объектов и понимание взаимодействия как эти там и достать этих объектов приводят к разным концовкам например с пасхалками с пасхалками интересно то что там в одной из сцен этот поезд и стрейнвэл и как раз ну и там еще только там ну там еще тонны тонны всего я имею ввиду это прям в глаза сразу бросилась конечно у нас коробка там с ранним оформлением тренвейли где-то на чердаке встречается и на телевизоре все спрашивают что за игра когда там стоит приставка типа супер нинтендо это один из прототипов наш который не пошел в продакшн про скриншот у нас внутри студийный было мы вставили в игре к чему типа да вот есть у нас такой вот пиксельный скриншотик там очень много пасхалок я прям ждал у нас была массе сина родители ребята выслушайте будет вопрос про кратаж тайна станет гейт и он был третьим наверно у нас довольно часто по 2 видео там ютюберов вспоминает это аниме безусловно то микроволновка времени как машина времени это отсылка к этому произведению считаю очень классное аниме я большой фанат вот и естественно назад в будущее мы неоднократно цитируем и омажи там оставляем на фильме замерки со и кто там на терминаторы у нас есть моменты и куча куча электроники старые так далее тогда все это мы до любим вставляли классно получилось но там в чате спрашивают по какому принципу делали головоломки я думаю в принципе ты частично уже на это ответил может если еще что-то добавить можешь по этой теме по какому принципу ну чтобы они были физичные и чтобы они проходили тут как бы физ пазлы вещь с головоломками история такая главная проблема головоломок том что они одноразовые это вот с точки зрения геймдизайна у пазла самый большой минус если ты один раз в своей жизни решал определенный вид пазлов для тебя они больше не представляют паном интерес мысли да в том что ты должен в них погрузиться и как-то изменить свою нейросеть так чтобы у тебя было счастье и удовольствие от преодоления вот этой задачи вот именно вот эта боль и после этого релив то есть что-то вау ты ее решил это головоломка она бывает один раз жизни все после этого ты ее никогда не испытают следующий раз когда ты увидишь пазл типа такого о это цветной пазл мне надо собрать там кубик рубика а это пазл про звуки мне надо там вычесть ну как бы эту очередность ты будешь испытывать определенное удовольствие от того как ты хорош в пазлах что ты знаешь этот тип загадок но истинное удовольствие решение пазла ты больше никогда не испытаешь она одноразовое и в этом смысле с пазлами конечно сложновато с точки зрения реплейбилити то есть вот не верху до первый раз я проходил в жизни когда мне было лет 8 например до наверху я проходил месяцами зовя старшего брата против не какие-то вещи которые невозможно было пройти ты я доходил до конца этих титров бесконечных экранов чтобы там увидеть что там только ничего нет и после этого я в сознательном возрасте наверху переигрывал например уже мне было там лет 30 и я хочу сказать что он меня занял там два часа например то есть я просто его пробежал я понял что для меня нет ни одной сложной голову но все пазлы там были уже мне известно как они решаются вот это ярко иллюстрации того и я получил удовольствие от того что я погрузился кит свои детские воспоминания об этой игре да и вайбы и музыка там и персонаж и еще на что-то юмор там прекрасный но головоломки для меня не составили успеха вот experience players в нашей игре мы конечно их нам их нечем удивить потому что они уже наиграны в этом смысле но те игроки которые придут и первый раз увидят какой определенный тип физических пазлов нашей 3 которые вот в эти fantastic contraptions никогда не играли когда там или crazy machines да где там шарик падают чет переворачивается вот 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 такого типа физические головоломки они увидят один из первых раз нашей игре то они получат полный спектр игрового удовольствия игрового фана от пазлов именно в таймлоуд и их прохождение будет сильно больше и хронометраж их прохождение будет сильно больше чем два с половиной часа он будет 45 часов мы это видим по отзывам вот то есть все таки вот этот порог между тем что я знаю как решать пазл и тем какие не знаю как решать пазл с точки зрения экспириенса в нашей игре будет значит что а эта игра суперфан для меня была потому что она дала мне много там я много научился да ну я до быстро ее пробежал никаких сложностей не испытал понимаешь вот в этом смысле сложно ты не можешь отбалансировать как-то вот между этим градацию сделать плавно сложнее и так далее потому что если ты будешь сильно выкручивать сложность пазлов то ты потеряешь аудиторию ну как бы да но может быть больше челленджа дашь это тут всегда нужно балансировать где-то между в этом смысле сложный жанр тут прям по чуть-чуть не нет нет балансируешь а что до ориентира брали какими играми вдохновлялись или вот как много лет назад тогда захотели вот примерно такое дело так и делали или все-таки смотрели на какие-то проекты не ну конечно мне но мы должен понимать что мы все-таки на флэше сделали из пазлов десятки то есть у нас в этом смысле конечно опыт есть определенная база до того как как это может работать и какие принципы в этих мог закладную антон конечно супер креативно у нас чувак и антон если ты это будешь слушать и тебе всяческие респекты ты крутой он конечно с точки зрения того как можно бытовые вещи использовать в неочевидных взаимодействиях физических он конечно супер креативно киты варианты предлагал вот подсмотрели ли мы референс именно на физ пазлов каких других играх наверное нет наверное все таки это больше было креативный какой-то процесс а подсмотрели ли мы что-то в других пазл платформерах которые за это время вышли типа limbo inside little nightmares тоже андрей был так далее туда безусловно ори из недавнего до где там куча физики вот там алексей браменко у нас подкаст рассказывал как он офизич его лоре прекрасно что там все эти мостики там шевелились травка двигалась так далее тут было чем повдохновляться им на что поориентироваться и так далее не могу прямо сказать что мы конкретно какие-то вещи утащили вот прям конкретное что-то но с точки зрения ощущения как 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 должна чувствоваться играми на меня inside конечно большое впечатление оказал когда играл мне кажется ребята настолько классную работу сделали по атмосфере именно по атмосфере что ты в инсайде там же нет слов практически там же диалогов там все да нет крайне минималистично тебе все через визуал передает вся история весь нарратив но при этом там настолько сильная атмосфера вот то да безусловно мы мы учились но это как бы ты видишь когда ты работаешь над игрой определенным жанром ты всегда изучаешь то что есть уже что сделано коллегами чтобы понять какие-то лучшие практики не или не наступать на грабли на которые другие наступили это нормально но я не могу сказать что мы прямо вот конкретно что-то вот взяли и перенесли вдохновлю все равно видишь у нас сильный персонаж отличается это главное наверное и это главный источник для наших пазлов был что они все решаются головоломки ну как бы колесами и манипулятором в чем-то это конечно похоже там и на лимбы и на инсайты на прочие там он ревел и но конечно свою специфика тоже есть в инсайте помимо атмосферы конечно я больше впечатлился их технической частью у них там на gdc там три или четыре доклада есть как они там с физикой как они там с этим монстром работали как нам они сам движок оптимизировали у нее же там еще доступ к исходникам было этом рассказывали что многих вещей которые фишечки есть в сша вообще не вынесены то есть да там они очень сильно упорвались поэтому карта на это ничего говорит так а вот в игре из лучших вещей на рынке ну да удивительно что после limbo сделали еще одну игру в этом жанре не уступающие limbo то есть даже да она совсем другая но она она сильно круче limbo во многом то есть видно что они прям прокачались на limbo и сделали еще дальше но насколько limbo было открытием в свое время настолько же inside вот именно по тому как она игроков удивляла они смогли короче два раза сильно удивить аудитории в одном и том же жанре спустя какое-то количество времени да они молодцы сейчас третью игру делают посмотрим получится ли еще они же они же продолжают потому что то там анонсировано был на сайте кстати они хотели вильнюсе открывать подразделение не не открыли таки они же из камеры из копенгагена насколько я помню но они скандинавы какие-то точно плейдет но так они здесь нет в копенгаген в общем да да они которые так по поводу сюжета вот нескольких концовок это как тут тоже сразу заложили или по ходу дела решили вот именно так делать но сам сама история идея потому что путешествие во времени на мой взгляд однозначно предполагает несколько концовок это если ты меняешь прошлое то ты должен иметь возможность получить более того нас мы много это обсуждали в том числе создателям вертам была какая фишка что твои действия прошлом должны иметь достаточно значимое будущем отклик это не должно быть просто там поменялся цвет дать какой-то другой процент или там ачив какую-то выдали и у нас есть же области целые кровы которые ты мог не видеть никогда ты мог не видеть никогда не затопленный подвал сейчас будет спойлер если ты не закрыл кран в первом акте а он там есть там есть часть подвала не затопленная ты если экран оставил как он был например не трогал он там капает то ты во втором акте попадаешь сразу в подвал который полной воды но если ты его закрыл в первом акте ты можешь попасть подвал который еще не затоплен и сам его затопить и дальше продолжить уже поэтому то есть там есть прям набор локаций которые из-за твоих выводов из-за твоих действий является следствием и ты можешь прям игровой контент то есть открыть какие-то локации которые иначе тебе были бы недоступны безусловно состояние предметов и квесты например в незатопленном подвале внимание еще один спойлер большой там лежит журнал где есть пароль от там компьютеры тогда и часть контента на этом компьютере те недоступность и не знаешь пароль ну пароль не знаю пытается подобрать и там типа access denied вот но если ты этот пароль знаешь что ты открываешь компьютер и так далее у нас более того даже в плане контента который недоступен при беглом прохождении вот если не начинаешь углубляться в какие-то да в изучении в exploration и в какие-то вот эти квестовые цепочки у нас даже доступен апгрейд один он секретный апгрейд который нужен для секретной концовки это у робота появляется интерфейс прямого доступа к компьютеру через компорт он там нужен для того чтобы ряд взаимодействий с компами осуществить и продвинуться по сюжетной линии к секретной концовке но это прямо реально апгрейд он визуально выглядит что у него робота полный внешне меняется он может какие-то действия дополнительно делать зачем мы это все делали если это не увидит большинство игроков есть все-таки такая позиция у нас есть один отзыв сейчас на стиме тоже в игре есть несколько концовок все их я конечно же открывать не буду почему конечно же не будут потому что игроки занятые сейчас избалованы выбором поэтому в целом это логично что да не все будут иметь но те игроки для которых важно эксплорировать и которые будут открывать концовки для них как раз есть пространство в игре чтобы получить удовлетворение от того что ты на это потратил время там есть и игровой дополнительный контент который ты можешь найти и сюжетно-смысловой контент который а вот так вот так может мой выбор повлиять например на концов вот с этой стороны и естественно для самых любителей как бы изучать прям закуточки игры есть собственно секретная локация которую получить совсем непросто то есть мы там уже особо игрока не щадили с точки зрения сложности там пазлов и так далее это мой респект тем кто до конца и открывает эту локацию секретную концовку потому что она требует но на порядок больше усилий хотя и не так много времени чтобы ты частично уже ответил по поводу как раз и играбельности нескольких концовок то есть если бы пазла были прям один в один то как бы толку игроков ну просто там чуть больше действий сделать вообще никакого бы не было неинтересно так еще люди в чате не что мы должны были замотивировать людей да ну опять же не надо игру всю перепроходить у нас вот сейчас в чате как раз пишет что мол скучно потому что заставляешь всю игру переходить нет там можно по главам то есть не обязательно прям всю всю его отдельный глава можно перепройти только мы пишем ребята вот сейчас после того как у первый раз прошли игру вам доступна настоящая машина времени открывается раздел chapters и у тебя все уровни оформлены как полароидовские снимки где-то можешь в каждый конкретный уровень перейти и что-то там поменять одну тебя надо приобрести только уровень и по сути вся сюжетная то что ты можешь один уровень там из первого акта при практикунте один уровень из 2 и учет в третьем поменять там в конце и более того у тебя на этом экране мы вывели текущее состояние предметов ты видишь какие-то предметы например поменял то есть мы их не заставляем доходить игроков до самой последней концовки чтобы увидеть а что же там изменилось мы сразу говорю что смотри вот у тебя вот сейчас вот там вот там робот например спасен вот кассета взята там вот этот этот это сделано и у нас в итоге как раз там девять иконок есть или десять которые показывают текущие стоит а то есть в принципе можешь оценить как твои действия повлияли на состояние разных костовых цепочек не ходе игру полностью и мы постарались сделать этот процесс все-таки комфортным и казуальным для современных занятых игроков но это вот прикольно в лесу на этот мэрс по моему тоже там для ачивок шляпы и прочее можно по главам переключаться иначе будет там с нуля проходить это конечно уже насилие какой-то над игроками ну при условии что есть куча игр которые как бы новый опыт тебе дают вот папа перри походить с нуля одно и то же конечно ничего люди не будут так выбирать сложно играл в перезапуск который первый 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 я не в том брейдер не в анчарта не в резике не играл я в свое время их не застал у нас денег не было на консоли а сейчас что-то как-то у меня с этими серыми в типичная проблема если выходит вот ну новое там когда они сделали этот какого не ремастера как они но переосмысление вот нового ларки сделали запускал не вот я вот я когда на это смотрю у меня сразу ощущение что вот я не могу играть в игру потому что мне надо пройти вот все что было до чтобы там понимать это у тебя это у тебя синдром жени кистерева есть такой известный синдром когда тебе все десять нет фаспида пройти прежде чем ты в новый можешь поиграть извините или резидентов нет там у меня какая была проблема к ремастер томпрейдера первого самого запустил я понял что я не могу я уже настолько оказуалился не знаю состарился мне жаль свое время там цена ошибки чтобы ты понимал когда ты падал откуда-то вверх вниз в водоем тебя надо было снова переплыть и залезть скарабкаться и 15 минут я засек 15 минут тебе надо лазить прежде чем ты можешь снова упасть туда же вниз и вот к я упал туда в третий раз я сказал все спасибо я играл в это в детстве я ценю эту игру и так сказать я готов был инвестировать в это снова к это время чтобы отдать дань уважения но на этом я умываю руки 15 минут это невозможно да заставляйте современного игрока конечно перепроходить всю игру чтобы какой-то момент не заметить что-то и опять упустить там развилочку сюжетную так далее но это было бы супер жестоко вот наша была задача какая наша была задача сделать максимально комфортно игроку такую мета игру чтобы он поиграл с именно сюжетными квестами так а что если сделала так с кассетой а я же где-то видел во втором акте на чердаке так вот давай изменю и вот здесь первом акте и сразу поиграю вот в тот уровень чердаке во втором акте посмотрю там поменялось может быть тогда в третьем акте я в этом же гараже могу учет еще открыть и так далее то есть вот мы какую-то такую в голове рисовали логику и там люди спрашивают раз это вот одна из ключевых вот этих фишек после прохождения игры то что можно по главам переключаться почему в store в скрин например с этим не сделали какой стор скрин скриншот вот этого момента то что-то в зале до главы там и прочее хороший вопрос ну кстати неплохая идея сейчас об этом думаю но на другой стороны когда ты его пройдешь тебе так покажут это да да она насколько ключевая опять же то есть это не основная цель игры это не 12 минус вот который вышел недавно что ты пытаешься и что-то менять у тебя больше ничего в геймплее нет у тебя есть по сути короткое количество времени триггеры и концовка триггеры и концовка и ты постоянно итерируешь вот-вот вот это все-таки таймлоудер это про головоломки сюжет и красоту с отсылочками и ностальгические вайбы то что у тебя есть возможность и концовки тогда это все-таки более высокоуровневый фан для любителей такого дела мы понимали что ну наверное большая половина игроков скорее всего либо не дойдет до конца либо не захочет менять концовки вот они увидели титры и они побежали там играть там в следующую игру своего бэк-каталога ну такова реальность я на утоп зашел другие концовки просто посмотреть и все вот да например или например вот так ну и кстати при этом мы контент когда делали такой насыщенный мы понимали что да что скорее всего те кому будет интересно они таки посмотрим на ютюбе скажут смотри-ка там же оказывается все таки было еще много всего вот все-таки молодцы разработчики не поленились там дел то есть мы знали что ютюберы точно это все раскопают для них то контент для них это уникальная штука и благодаря ютюберам большое количество игроков все-таки получит доступ к этому контент то есть он не будет выкинут в корзину он все равно его увидит так там в чате еще спрашивать не хотели бы совместить физически по пазла и поезда и в пример приводит игру фарлон сейлс фарлон сейлс классная игра очень мне очень нравится делают сейчас вторую часть ребятам и я с удовольствием посмотрел куда они развили но это все-таки не там есть определенная романтика поездов но это симулятор поездов ну настолько же насколько в final station там поезда присутствует то есть ты где-то едешь внутри чего-то да то есть скорее более стимпанковский такой там используется вайп что ты внутри чего-то такого стимового там нажимаешь воду там тушишь что-то делать очень классно головоломка с точки зрения того что ты внутри механизма находишься вот этот момент когда ты знаешь как в колоссусах то вот это было что ты лезешь на какого-то колосса физически он такой большой что на него прям лезешь что ты внутри него где-то может быть это очень сочная тема для игр и фарлон сейлс конечно они это очень хорошо сделать что может быть снаружи что может быть внутри что может быть пододвинуть эту куда-то штуку и вот эта механическая сущность она сильно больше игрока а он может прямо сейчас даже внутри там пожаре тушить что-то там ремонтировать а с поездами сделать что-то такое фух ну у меня конечно часто фантазия полетела раз мне накинули такую это для фантазирования идея но нет не было наверно мы с поездами всегда делали более то есть у нас поездами стрелять что же пазл во многом но это пазлы логистическое менеджерски тебе надо придумать как достать определенный ресурс оттуда туда пишешь как у нас с пазлами все таки игры связано есть какая-то кровь деформация кстати почему сейчас это я хотел один момент отметить мимоходом очень интересно на мой взгляд что когда ты делаешь игры долгими интервалами по два года например ну два года делал таймлотер даже больше начинается при продакшна два с половиной да если мы возьмем от июня до ноября вот самое счастливое время это сразу после релиза но не сразу прямо через несколько дней вот когда ты начинаешь чувствовать я думаю многие разработчики меня поймут ты наверно тоже такое испытывал когда твоя игра перестает быть частью тебя выделяется в отдельную некую сущность и она поплыла как-то сама а ты стоишь на берегу и смотришь как она плывет или наоборот она осталась на этом а ты дальше есть в поезде она на перроне сошла и после того как у тебя предрелизный кранч и напряжение неимоверное то ты постоянно находишься в правках в поле шинги в этом ведь я такой знаешь как струна рвется такая изменяющая тишина после этого остается что ты смотришь и немножко не понимаешь как спасти рядового райана у тебя контузия от того что у тебя было супер супер напряженный этот и внезапно такая тишина я от еще к видам заболел ровно в день релиза я получил позитивный этот и весь так сказать у этот провел немножко в неадекватном этом нашли у меня забытие то то ты так сказать это с соплями мучишь то ты чуть поправил там опять упала черта вот и когда ты выползаешь из этого ты смотришь на это понимаешь что у тебя во первых пустота огромную внутри оттого что большая часть твоей жизни отделилась и отдельно как-то плывет а во-вторых у тебя отличное такое это это реально вот такое творческое счастье от того что переполняет творческая энергия которая ищет выходы нового это самое приятное время для любого разработчика потому что к тебе липнет все тебе вот аркейн сейчас вышел ты смотришь блин какая графическая это с этим можно точно что-то сделать в этом вот меня сейчас накинули идея сразу начинаю думать что с этим можно сделать из это самое классное это ощущение вот этого потенциала который еще не принял ни одну из рис чем больше ты по циклу разработки чем дальше к релизу тем больше у тебя ограничений тем больше у тебя графиков обязанностей так далее но сразу после релиза ты супер свободен ты супер потенциально ну так далее вот это конечно счастье разработчика мне кажется которая которая всем желаю пережить но у нас у меня такое тоже было но у меня все проекты они были онлайновые фри-то-плейные поэтому у меня после после релиза все только начинается абсолютно это могу тебя понять в этом смысле да game за сервис никогда не заканчивается у меня скорее когда мы уже зарубили проект есть наконец-то сможет все отмучились наконец-то все можно забыть про это и все опыт опытом но блин когда там четыре пять лет оперируешь это конечно тяжко особенно когда небольшая команда разработчики но как как стартаперы есть разработчики фаундеры есть разработчики такие операционные ребята которые очень любят последовательно четко размеренное движение согласно плану тогда тут нет правил ответ на просто знаете что для тебя больше всего подходит и заниматься этим но мы как раз и занимались этим вот чисто потому что мы как бы фаундера или стартапера это наш проект был потому что на кого-то ну вот когда я на последнем месте работал там кликера делал все во первых ну сами проекты мне не особо интересны и они на кого-то ты их делаешь то есть там тоже не творчество ничего особо нет ну да тут тут всегда всегда очень много как бы таких моментов я говорю в даже когда ты стал паблишером занимаешься ты работаешь супер на себя и не у тебя нет начальников но в какой-то момент понимаешь что у тебя начальников это вся твоя аудитория игроков которые каждый из них тебе может что-то написать что-то попросить кому каждому надо отвечать и почему-то каждый считает что даже на выходных ты должен отвечать там в течение часа и так далее и в какой-то момент понимаешь что это тоже но не то чтобы там сильно это свобода и по сути свобода как категория она вообще какая-то очень философская нет ее в реальной жизни где надо кушать пать там не знаю и профессиональные вещи делать так что это всегда набор сдержек противовесов надо просто понимать детей комфортнее в каких условиях так как я по вспомню там тоже в дискорде у нас там были люди которые недовольны они что-то спешат спрашивают жалуются там часа реально два три часа не отвечаешь и они еще больше там взлятся почему вы игнорируете нас им неважно какое у тебя время им пофигу какой у тебя там какая-то тайм-зона до тяжко было тайна слушай разработчики в настоящий момент именно благодаря вот как бы стиму да который убрал всех посредников ты можешь там непосредственно с разработчиком пообщаться ты часть большая часть твоей работы это общение с игроками а это огромная часть работы мы все для того что у нас прям или постоянно поддерживается так далее мы знаем кучу игроков с которым у нас хорошее отношение прям вот они мне могут написать меня поздравить с релизом сказать что обязательно там это может быть тебе надо на шведский перевести у тебя нет так давай я переведу и вообще ты молодец когда будет для мака версии ты знаешь у меня маг не могу поиграть вот пока и ну и у нас довольно много таких ребят которые могут с которым периодически отношения поддержим но это я не могу сказать что мне неприятно с ними общаться но их много а ты один и на трезво понимать что да что игроки сейчас ожидают от тебя вот такого участия такой вовлеченности в том числе в коммуникацию так по поводу проекта вроде в целом все но я знаю ты раньше подкаст вел потом его перестал вести потом в 2019 заново решил можешь много про это рассказать зачем почему вообще почему бросал почему заново опять начал слушай почему мы начали вести подкаст тринадцатом году я не помню я помню что это было примерно в то же время когда то есть меня очень вдохновил на самом деле когда там миша с сергеем с галенкин мишку дни начали делать как делать игры и сергеем климовым тогда еще и я четко не пришел такой двенадцатый выпуск что ли гостям сам набился давайте про флэш расскажи так далее мне так понравилось что это как-то вот способствует распространению информации что это всегда дает тебе возможность пообщаться с людьми с по свободным ты их завешки в подкаст а так бы ты там тут может на конференции пересекся это под вопрос и сам много нового узнаешь интересного и делишься со слушателями этой информации это в общем-то хорошая экологичная функция тебя как разработчик который же да ты способствуешь накоплению распространение информации обмен обмен знать она да 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 все от этого выигрывают потому что информация более доступная и уровень так сказать профессиональный вроде как бы всех вокруг растет вот мне это нравилось но какое-то время я мне кажется под выиграл когда-то потому что лишь когда один подкастом занимаешься все-таки сведения стоят денег никогда не был коммерческий проект у меня в том подкасте в радио флазм который назывался у меня никогда не было рекламы и я по сути постоянно платил за сведения за каждый выпуск мы их выпустили там восемьдесят девять штук насколько я помню и ну и это же надо делать каждую неделю то есть мало того что делаешь игры да у тебя студии так далее ты где-то подспудно в голове постоянно так как кого на следующей неделе позвать так эти мне были гости у меня не монаш был подкаст у меня был подкаем где общался вот с гостями и это довольно много времени отнимал то есть если в неделю посмотреть там посчитать могло восемь часов например неделю отнимать на запись подготовку там сведения выкладывания это в общем-то работа в какой-то момент мне просто стал не хватать на все это дело но я понял между вот радио флазмом и когда я вернулся мне кажется в девятнадцатом году или в двадцатом году с вечерком с кефирчиком был первый подказа августа да 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 а потом мы уже с ребятами начали записывать пилим трем с лишь тестом и жене кистерем на троих подкаст я просто понял да что мне как-то этого не хватает что это классная тема была просто наверно надо было делать это с ведущими потому что когда те там нет гостей то вы всегда можете потрепаться втроем о чем-нибудь насущном или когда ты не успеваешь договориться с гостем кто-то из твоих коллег может договориться с ведущих может гориться с гостем и втроем доказал сделать сильно комфортнее с одной стороны с другой стороны не менее приятно они иногда зовут а иногда типа там обсуждение последних новостей просто своем кругу там обсуждают в чем-то похожий формат и кстати это очень хорошо помогает не скатываться вот именно в рутину когда это начинает отяготить что ну вот мы опять должны говорить вдвоем о чем-то мы обо всем уже переговорили 10 раз или ну вот надо опять звать гости кого же еще позвать как может комбинировать это интереснее бывает слушать может свежо и тебе как с ведущим интересным потому что это все-таки разнообразие определенно ну с подкастом с весь видео и с этим стрима в принципе у меня времени много в итоге там займет там до часа 45 но я вот пытал пытался я дайджест который делаю видео формате его пыталась тоже делать вот там у меня уходила на запись сведения часов 6 и вот я не смог я там два или три две недели поделал и по времени это прямо еще жестко выходил туда же вопрос не в деньгах она тупо очень много времени занимает когда его на что-то другое можно было тратить андрей так ты ну это это реальная работа который в которой опять же надо погружаться вот чтобы быть в этом хорошем чтобы делать тот контент который прям нужен да который там это удел винную часть времени у тебя львиную долю займет подготовка именно подготовка материала если ты это это журналистская работа по сути надо этот контент готовить проверяете изучать потом придумать как это интересно подать и я вижу только два пути на самом деле человеку который не хочет этим заниматься серьезно это либо сделать этот свой основной работой то есть по сути как волса и листом ли блоком как луца еще сделать full time занимаются ну да 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 то есть это твоя вот основная деятельность ты пять дней в неделю рабочих там либо готовишься либо обрабатываешь либо записываешь либо готовишь следующий выпуск и так далее либо ты некий фронтмен и у тебя есть команда которая тебе помогает с этой подготовкой кто-то эту работу должен делать это уже как макаренко например у него там тоже он под по моему по большей степени зачитывает но материалы ему готовят но и с монтажом скорее всего тоже не он занимается скорее всего до монтаж как раз то что можно на аутсорс создать достаточно легко это как бы то работа которая может легко у церкви но это куча времени куча времени и вот для нас например сейчас все в фильм трем в подкасте да мы все из разных студий у всех своя разработка идет в этом суть названия мы пилим и параллельно трем и главное наверное у нас требование было у всех к этому подкасту такое чтобы он не перекрывал собой основной то есть это секонд это твои условно хобби на тебя дает профессионально тоже и информацию и какие-то контакты и возможность узнать что-то новое вот но при этом она все-таки не занимает у тебя основное время это какой-то дополнительный там полтора часа записи в неделю и там на выкладывание еще полчасика может быть то сейчас это для меня подкасты стали более комфортными плюс мы довольно много отдыхали я вот там на подготовку к релизу мы брали перерыв опять большой нас три недели не было в эфире вот сейчас выпуска писали на этой неделе так что до подкаст сейчас вернулся в том формате который вас всех устраивает я надеюсь он существует в нем достаточно долго тема спорта снисуетесь я ссылку потом скину ну и когда на youtube тоже выложу тема с подкастами просто еще интересно на фоне того что вот закрытости в некоторых сообществ но тот же most plays то что на дтф и но вообще эту тему давно крутят в контексте gdc у них же все эти видео они не в паблике они все там gdc волк только доступны ты только участникам либо если платишь это многие как раз негодовали что мол вот такая закрытость она наоборот мешает обмену знанием и прочим и вот как то что появляются такие подкасты когда все это вот обсуждаются и дели со знаниями ну просто интересно вот такие контур вещи закрытость против открытости но это москва из но закрытость опять же но москва из давай про него поговорим там нет закрытости там нет паевола он не платно закрытый как gdc он закрытый для того чтобы ты мог со стороны не зарегистрировать пользователем будучи зайти и увидеть что происходит внутри но если ты потратишь две минуты свое время то чтобы заполнить заявку она будет опругнута там в течение 24 часов как правило 1 после этого и у тебя появится доступ на эту платформу то есть это не закрытость принципиально это закрытость верно это не закрытость это закрытое по самых самых отбитых что подсеять по сути мимо как это просто порог такое что вот минимальный порог входа который отсеивает кучу людей у которых оказывается ну на не настолько мимо крикодила что не могли заполнить форму при этом внутри помогает сохранять комфортное тружеское общение я считаю это супер полезная вещь для того чтобы те кто ну те кому действительно надо да вот в таком профессиональном сообществе общаться они были немножко ага отгорожены от лишних левых людей от их неуважения грубости флейма рекламных объявлений ботов потому что мы сейчас практически у нас нет как бы банов на площадке почему-то потому что боты не проходят ну первоначальный отсев как правило мы еще там площадка настолько большая чтобы там боты заполняли эти штуки да но если они появятся они как бы тут же будут очевидны потому что не так много там людей по факту вот часто там в районе шестьсот шестидесяти наверное и это все живые люди которые в общем то вот общаются на профессиональные темы поэтому я считаю это неплохая вещь может быть когда есть небольшой порог входа в начале и который все-таки позволяет создать некое ощущение сообщества с уважительным общением внутри ну да в принципе там ничто не ограничивает формочку то заполнить надо ну на дтф и правда там люди негодовали потому что она была типа свои реальные данные заполнять и некоторые не хотели поэтому на дтф и закрытый подсайт не все прошли из-за этого не хотели деанонимизироваться ну да да ну кстати на плейсите не обязательно прямо там заполнять все свои паспортные данные qr-код прививки и свою месячную жалобную там достаточно анонимно можно продолжать общаться просто наша задача была сделать чтобы это было все-таки немножко немножко ограничить от всех волн как флейма спама и такой ты знаешь грязи когда люди просто льют анонимно то что накипела а создать такой аналог ну хорош на например профессиональной конференции в духе дев гамма ты же внутри когда общаешься там в целом всегда почти доброжелательное общение близких тебе по духу людей но там все-таки плотно немножко то есть привол хоть как в каком-то виде есть но да внутри там ламповое общение обычно ну вот да 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 интернетики иногда такого не хватает ну то есть на в комментарии дтф там совершенно своя атмосфера я во многом ее ценю ну то есть в этом есть вы понимаешь есть настоящий серфер и этих волн хейта и кп которые прямо на них балансирует но когда мы говорим про общение профессиональной темы то мне кажется требуется немножко другой подход ну там зависимости от подсайта когда в геймдев публикует там в принципе обычно нормально да там менее токсика аудитория согласен но здесь таких с еще закрытых сообществ я не знаю слышал в астрик клуб там правда по его такой слышал а там он тоже профессиональный по геймдеву мнение он больше про айтишников а окей но просто там тоже такой слышал да что там люди первым чуть ли не не дружат потом друг другу в гости есть кто гости там помогают они там проводят периодически стримы вечера на какие-то конкретные темы там люди собираются задают вопросы ну то есть там кучу спецов из различных областей и они там какой-нибудь вечер проводят там не знаю вечер космонавтики вечер там квантовой физики и там люди задают вопросы они обсуждают и человек рассказывает все там более-менее на понятном языке но интересная движуха но там именно по его это звучит классно это звучит классно это что-то если когда-то мост плейс перерастет что-то подобное наверное только чему мы бы стремились вот к такому тесному общению такому клубному какому-то формату но в геймдеве сложно это это в принципе и проблема под сайта который на дтф это появился то что чтобы пилить контент ну который будет интересен разработчикам игр его должен пилить тот кто в этом разбирается разработать зачем разработчику игр ну там кучу времени тратить там на статьи прочее когда он может там игру делать то есть специфика работа такая что и приходится выбирать но это видишь когда речь про формат статей именно действительно написание статей это как подготовка там видео это отдельная работа но формат форма форма отразумевает такую историю что если у тебя есть опыт релевантный и кто-то из закрытого сообщества людей где тебе где статус там тебе важно с кем-то поделиться значит кто-то поделится с тобой потом и вот кто-то задает вопрос на который ты знаешь ответ благодаря своему опыту и тебе не надо для этого много усилий ты можешь просто взять и за 15 минут или за 5 до написать развернутый ответ релевантный из твоего опыта который уже у тебя есть тебе не надо делать research то это оказывается супер синергетическая польза если вот возьмем 600 человек и каждый из них там будет такой принцип применять на что если кто-то из них знает ответ на вот какой-то вопрос и он задается он может поделиться и это остается на ресурсе но вот история этих ответов то есть некая база знаний накапливать в отличие от чатов видишь которые лента она улетела все ты никак не найдешь уже разве что ты снова задашь вопрос на него снова там пытаются это хэштегами и прочим делать но это костыли прям такие уже да 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 мне вот кажется в этом смысле конечно лучше форумов ничего не придумала потому что форум в этом и проблема за то что дтф под сайт это по сути борда у тебя та же самая сплошная лента как в чате ничего некоторые каталога нормального не сделаешь с другой стороны есть базы знаний как стыковый флоу например да ну их там там кучу этих код гольсты кури флоу там games так из такой флоу прочее и это именно база там там как бы нету вот этого формного общения они это пресекают весь флут флейм и тот мост place получается но это ближе к обычным формам старым но это как раз вы больше про общение то есть там под сайты под форумы отдельные темы которые нормально трекаются внутри тем по конкретной теме тому же общение это по моему как раз для обсуждения самый норм вариант ну да мы взяли этот довольно свежий движок флорум называется то есть это с одной стороны форумы но они современные формы они не вот нафталиновые вот эти вот с разметкой вычетом или 5 они такие более мессенджевые ну как мессенджер что ли выглядит там тоже есть борда там тоже есть довольно свежие эти штуки можно там лайки поставить каким-то сообщением и так далее то есть она выглядит так достаточно свежо но при этом функционально и при этом вот основная польза форма в которой мы поговорили она там все-таки есть информация остается и ищется довольно быстро если ну вот очень надеюсь что эта штука сообщества тоже будет полезно русскоязычных разработчиков поэтому ребят если вы еще не пробовали не там заходите регистрируйтесь надеюсь всем нам от этого будет польза если мы будем делиться информацией в каком-то формате ну да как бы это основное если никто ничем не делился то не тяжело было что-нибудь изучать хорошо что есть люди которые пытаются все это продвинуть массы это главная мысль андрей про homo sapiens чем мы сильны мы не потому что мы самые умные самые быстрые потому что мы умеем договариваться друг с другом вот если бы не могли договориться две обезьяны там 50 миллионов лет назад или сколько-то то никакие пирамиды космические корабли и компьютерные веки никогда не были бы созданы то поэтому давайте общаться и делиться информацией это важно ну вроде все обсудили больше двух часов в итоге поговорили есть раз осенью с тобой обычно под конец прошу какими-нибудь советами разработчикам поделиться что ты что посоветуешь какие там совет есть ой слушаю нас лейтмотив по мы сегодняшней беседы про то что ребята поймите что для вас комфортно и что вам доставляет удовольствие делать именно это потому что остальное ни к чему хорошему не приведет по факт вот поймите что вам интересно больше делать игру продвигать игру вообще игры в это ваши или нет оперирование или изобретение нового вот может вам нравится играть в это и делать это контент или оборот писать комменты на dtr найдите свое место и делать это с удовольствием там сейчас еще люди спрашивают что посоветовал бы себе двадцатилетнему ничем не менять я советовал как известные эксперименты со временем они ничем хорошим не заканчивается у меня двадцатилетнего все все нормально надеюсь у меня 36-летнего тоже там в чате беспокоиться у тебя там олец фоне работает бояться не выгорит у тебя он да не не должен отчет нормально динамика разные хорошо ребят не переживайте там еще спрашивают на стене art висит это что такое ну что-то нарисовать постер к 30-летию джи блин амиазаки мультики тут калаш и дракон и служба доставки и шагающий замок и принцесс мононоки и которые там все ребята есть я просто отсюда только вижу дракона и мононоки там вот который стоит на платах да 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 не вдохновляет меня а иероглифы это 30 кстати китайцы тоже иногда узнают такие чё это у 30 лет же блин ну все тогда давай закругляться всем спасибо что пришли на стрим я во первых видео потом на youtube выложу нужно будет посмотреть там с тайм-кодами и текстовая расшифровка будет тоже на дтф издание на этой неделе скорее на следующий два часа просматривать и все и текст выбирать конечно все таки запарно понимаю твою боль желаю тебе терпения и сил спасибо большое что позвал очень интересно пообщались надеюсь кому-то это будет полезным ребят вам хорошего вечера спасибо всем пока